Крах биткоина. Стоит ли вкладываться в дешевеющую криптовалюту? Дистанционное поступление в Казанский федеральный университет. Лучшее из лучших, чем завершилась стажировка студентов в мэрии. Всем привет! В эфире Univer News, а в студии Карина Саяхова. В Доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча Рустама Мениханова и главы казахстанской финансовой торговой промышленной корпорации Антустик Серегжана Сейджанова. В ней также принимали участие исполняющие обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и генеральный директор ТАТ «Нефтехиминвестхолдинг» Рафинат Ярулин. Впервые с декабря 2020 года курс биткоина упал ниже 21 тысячи долларов. За последний месяц одна из наиболее популярных криптовалют подешевела в цене более чем на 30%. О причинах обвала рассказывает эксперт Казанского университета. По данным открытых источников, известная по всему миру цифровая валюта, первый выпуск которой был зарегистрирован еще в 2009 году, достигла своего пика в ноябре 2021-го. Тогда биткоин поднялся почти до 70 тысяч долларов. А с начала этого года криптовалюта подешевела более чем на 50%. За последнюю неделю почти на 30%. Биткоин, как и любая другая криптовалюта подобного типа, они не имеют никакой привязки к чему-то реальному. Поэтому рост и падение курсов биткоина зачастую связан с настроениями на рынке, с так называемым хайпом. На утро 15 июня биткоин достиг 20 тысяч 200 долларов. Согласно последнему курсу, это более 1 миллиона рублей. На снижение показателей влияние оказали в том числе сообщения некоторых криптовалютных бирж о временной приостановке операций по выводу средств. Например, на этой неделе Binance выступила с подобным заявлением на фоне технических неисправностей. Все это вместе создает негативное ощущение у потенциальных приобретателей биткоина и других криптовалют. Соответственно, они начинают продавать и курс начинает падать. Падение интереса к биткоину связано и со стремлением некоторых стран препятствовать свободе обращения криптовалют, которые превращаются в некий маргинальный финансовый инструмент. Однако, как утверждает эксперт, делать прогноз относительно курса биткоина достаточно сложно. Движения в цене биткоина не обоснованы какими-то объективными причинами, а обоснованы исключительно эмоциональными движениями участников рынка. Нет, возможно, падение остановится, может быть, даже какой-то рост произойдет. Тем временем, Банк России планирует в следующем году провести первые реальные расчеты цифровыми рублями. В апреле глава финансового регулятора Эльвира Набиулина заявила, что новая собственная валюта позволит удешевить проведение расчетов. Планируется использование в том числе и международных. Как отметила председатель Центробанка, прототип цифрового рубля был создан в довольно короткие сроки. Диана Шеленкова, Универньюз. Близится важный период для каждого абитуриента – приемная кампания 2022. Сейчас 11-классники сдают последний экзамен и готовятся к поступлению. Наталья Жирнова узнала о способах подачи документов и особенностях поступления в этом году. Уже 20 июня в Казанском федеральном университете, как и по всей стране, стартует приемная кампания 2022. Университет уже второй год является участником пилотного проекта «Поступление в ВУЗ онлайн». Будущие студенты смогут в несколько кликов отправить все необходимые документы через привычный для многих россиян портал Госуслуг. Можно подать документы из единого окна под названием «Поступление в ВУЗ онлайн». Это все можно сделать с телефона, через приложение Госуслуг, в таком упрощенном формате без посещения приемной комиссии. Помимо Госуслуг, у абитуриентов есть еще несколько способов подать документы в ВУЗ. Например, через платформу «Буду студентом». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, загрузить необходимые документы в формате PDF, среди которых паспорт, аттестат и фотография. Результаты ЕГЭ будут уже загружены сотрудниками приемной комиссии. Также для поступления остается и очная форма, для которой требуется все тот же перечень документов. Мы стараемся в очный прием не направлять людей, потому что все-таки это век технологий, и мы стараемся привести это все к цифровому документу обороту. Александр Бибик отметил, что относительно прошлого года изменения для абитуриентов, знакомых с процессом поступления, будут незначительными. Основным нововведением в этом году является процесс подачи аттестата о среднем общем образовании. Подлинник, оригинал, то есть ВУЗ до окончания срока приема, заявления о согласии на зачисление и вот как раз срока предоставления данных подлинников. По плану приема Казанский федеральный университет готов принять на первый курс по всем формам и уровням обучения 14 тысяч абитуриентов. Среди этого количества 7 тысяч 73 места выделено для бюджетной формы обучения. Напомним, что ВУЗ в этом году сохранил цены для обучающихся по договору на уровне 2021 года. Наталья Жирнова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Казанские студенты встретились с главой города, чтобы представить свои проекты. Все подробности смотрите далее. В феврале текущего года казанские студенты получили возможность пройти стажировку в городской мэрии. Из 300 конкурсантов в проект прошли всего 30 участников, в том числе студенты Казанского федерального университета. Море амбиций, идей и всего два месяца, чтобы сделать первые шаги к их реализации. И вот спустя несколько недель после окончания программы стажеры городской мэрии смогли презентовать свои проекты главе города лично. Представления были на самом деле такие расплывчатые вообще в целом у муниципальной службы. То есть когда ты приходишь, ты думаешь, что ну что, у города проблемы есть, нужно быстренько решить. А на самом деле, когда погружаешься, осознаешь все аспекты, какие-то маленькие мелочи в развитии города, в построении его, в реализации каких-то проектов, то понимаешь, что это огромный-огромный труд. В ходе мероприятия глава города вручил участникам программы специальные сертификаты о прохождении стажировки и пообщался с ними на волнующие темы. Основной темой обсуждения стала возможность дальнейшего профессионального роста в политических структурах. Я ожидала, что стажировка пройдет настолько интересно. На самом деле, когда подавала заявку, думала, что у нас распределят какие-то структурные подразделения, и мы будем там непосредственно работать с какой-то конкретной своей задачей, по своей специальности, возможно, или просто то, что интересно. А по факту мы получили то, что нас познакомили вообще со всей структурой мэрии, познакомили с каждым структурным подразделением по отдельности, дали лично поговорить с какими-то заместителями руководителя аппарата, где-то с заместителями мэра, и даже появилась возможность задать прямой вопрос мэру. Участники программы признаются, что темы для своих проектов выбирали, исходя из проблем, с которыми сталкивались лично. Так, к примеру, одна из команд разработала проект по решению вопросов, связанных с общественным транспортом. В качестве первых шагов участники группы предложили сотрудникам мэрии на пару недель перейти со служебных автомобилей на общественный транспорт. Ну, вы знаете, транспорт – это артерии города, которые пронизывают его, и это очень актуально. Если город хочет развиваться, а мы слышали о проектах, что мы хотим догнать Токио в 2030 году, если мы хотим развивать Казань и делать ее удобной, то транспорт – это одно из тех направлений, которые обязательно нужно развивать. В перспективе городские власти планируют расширить проект. Уже этим летом 10 лучших стажеров смогут попробовать свои силы, работая в правительстве Москвы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Делегация из Казахстана посетила Институт фундаментальной медицины и биологии. Подробнее смотрите в моем сюжете. Заключительный день визита делегации финансовой торгово-промышленной корпорации «Антустик» был не менее насыщен, чем первый. 15 июня гостя посетили Институт фундаментальной медицины и биологии, где директор Института Андрей Киясов и заместитель по научной деятельности Рашад Файзулин провели обзорную экскурсию по залам, рабочим аудиториям и лабораториям, где рассказали об истории Института, успехах и ближайших планах. Делегатам также было предложено наглядно рассмотреть Центр симуляционного и имитационного обучения. Центр имеет целый ряд уникальных тренажеров и симуляторов, предназначенных для подготовки врачей. Вообще институт, он такой разбросанный, то есть вся медицинская часть, она здесь, это шесть зданий, плюс рядом клиника на 840 коек, плюс есть специальный маленький трансляционный клиник, который вы сегодня посмотрите, но на маленький переход с наук в практику, и плюс наш такой научно-технистерский институт, где единомные, протеомные, все остальные исследования ведутся. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с международными компаниями и университетами. Стоит отметить, что глава корпорации Антустик высоко оценил потенциал Казанского университета, его мировые научные достижения, качество образовательного процесса и выразил заинтересованность в открытии филиала Казанского федерального в городе Шимкент. Приоритетными направлениями были определены геология, нефтегазовое дело, химия, строительство, технология машиностроения, медицина и ряд других. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. Макдональдс в России теперь будет называться вкусной точкой. Что по этому поводу думают потенциальные гости заведения, расскажем в следующем сюжете. 12 июня генеральный директор компании «Макдональдс» Олег Пороев заявил, что бывший «Макдональдс» в России теперь будет иметь название «вкусной и точкой». Пороев подчеркнул, что компания сохранила систему отношений с прежними поставщиками, и потребитель не заметит разницу меню и вкусов. Но что же по этому поводу думают люди, которым так полюбился ресторан с его прежним названием? Ну, я думаю, это круто и прикольно, то, что переименовали. Ну, я думаю, что это очень интересно, наверное, будет очень вкусно, наверное, два раза вкуснее станет, да. Такое название необычное, я думаю, наверное, было тяжело придумать. Ну, насчет «Макдональдса», я не знаю, честно говоря, я вот пошла, взяла, уч-почек «Мак», я съела с большим удовольствием, поэтому про «Макдональдс» вряд ли я вам что-то могу сказать. Вообще, название хорошее, но, насколько я слышала, там убирается же, получается, весь фастфуд, она превращается, насколько я понимаю, в обычную столовую. Я даже не знаю точно, как бы «Макдональдс» — это уже действительно бренд, это уже действительно с давних времен, так скажем, да, то есть это человек, который подставил эту всю сеть, и сейчас, если менять «Макдональдс», это получается то, что совершенно другое заведение будет, то есть люди даже, многие, не будут знать о ребрендинге и не будут знать, что такое вкусное и точка. Нормально вообще, почему нет? Еда-то та же самая. Все же понимают, что это то же самое, что «Макдональдс», да, просто название поменяли. Конечно, очень жаль, что старое название утеряно, потому что это все-таки история, какая-никакая, «Макдональдс», все мы любим, все мы ходим. Как и ожидалось, мнение у людей неоднозначное, но нам, жителям Казани, остается только ждать открытия заведения с новым названием, чтобы проверить, действительно ли это вкусно и точка. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!